сегодня вас пригласили на необычное мероприятие погружение практического характера которое называется как вы видите на станке искусства и для вас сегодня откроется 7 новых принципов которыми стоит обладать и успех обучения и так существует 7 принцип первый принцип это искать всегда какие-то закономерности в любом помогать верить в себя нужно всегда есть то что у меня что получится и когда не опускать руки правильно организовать свою учебную деятельность то есть иметь конкретный план своих действий задействовать все свои системы восприятия скажите пожалуйста какие вы знаете системы восприятия чем вы воспринимаете информацию в школе родители работе так зрительное восприятие еще еще ащи оборяние и восприятие и осязание тоже правильно и так систематически из урока в урок нужно повторять материал то есть повторение есть такая послужина работать надо всегда над своими мыслями если у кого-то есть нестандартные мысли то их не надо хранить обязательно их нужно разбивать и постоянно конечно учиться и так я предлагаю вам проверить свои визуальное визуальное восприятие посмотрите внимательно на слайд что вы видите лошадь собаку собаку это собака кто увидел собаку я поднимите руку это действительно собака вот ее голова вот пошло туловище вот ее ноги вот она собака все ее увидели или нет может кто ее увидел подойдет к вам ближе посмотрите сколько ног у слона посчитайте а внимательно теперь смотрим давайте вот на этой карте сколько ногу слона 8 6 6 6 6 2 3 4 5 6 7 до конца дорисована 8 нога нога зрительное восприятие оно обманчиво нет как нет сейчас скажу 4 ноги конечно я говорю о том что вы посмотрев на иллюстрацию не сразу заметили какие-то изъяны то есть ваше первичное восприятие информации оказалось ошибочно а я просто на иллюстрацию а теперь посмотрите внимательно на картинку что вы видите лестнице и там люди еще ходят почти очень много внимательно смотрите на иллюстрацию там люди треугольные треугольники сидит человек эта картинка может носить однозначный характер то есть вы можете сразу сказать изображена там я не знаю лестница ведущая вверх не взгляд кто-то говорит что да надо подумать надо подумать то есть надо искать что-то закономерность какую-то в чем же связь следующий слайд Надежды Ивановны посмотрите что вы видите а вы что два человек Коля что вы внимательно посмотрите они спускаются вниз куда вон их спускают они спускаются вниз может вы поднимаете а кто поднимается но веревка они поднимаются опять же мы приходим к какому выводу вверх зрение а мальчик конечно а мальчик следующий что вы видите сейчас собаку лошадь так лошадь а наверно кто сидит а вы посмотрите человек лев лев Захар что ты видишь скажи пожалуйста рыцарь рыцарь так на коне все увидели да не увидели расскажи я увидела рыцарь вот он вот он вот он вот он а вот он рыцарь вот ему голова вот доспехи вот его рука вот и вот вы сначала вы сразу увидели нет вы сначала что сделали ребята предположили дальше стали что искать какую-то закономерность что здесь такого закономерность есть практически везде я вам открою большой секрет все выучите таблицу умножения начиная с за какую цифру 1 сколько там комбинаций с 2 до 9 прям сразу можете мне ответить есть сколько комбинаций прям сразу ответить можете посчитать нет с 2 до 9 надо считать их очень много а всего в таблице умножения надо запомнить двадцать одну комбинацию вот эту и учить ее не надо крест крест макрос умножения идет и запомнить надо всего вот эти вот комбинации кому-то будет потом очень интересно вы подойдите обязательно мы вас печатаем в таблице умножения кто до сих пор еще не знает таблицу умножения пожалуйста я давно заметила эту закономерность когда на таблицу на восемь там повторяется ноль восемь да и даже восемь шесть потом снова четыре конечно постоянно идет повторение да когда тему множества с вами изучаем мы конечно не так конкретно ее изучаем когда у нас кортежь жизнь может остается да а сейчас я хочу задать вам вопрос всем кто из вас умеет хорошо рисовать кто умеет хорошо рисовать поднимите руку прям там сразу сейчас я там задание сразу нарисует мне очень хорошо но большинство ребят спустили так перед вами лежат из точки сейчас мы с вами будем учиться рисовать поверьте что вы с одновлаза научитесь рисовать нестандартно нестандартным способом положите пожалуйста перед собой сейчас вертикально листочки вертикально сейчас на экране будет появляться постепенно какая-то информация линия линия которую вам нужно будет рисовать рисовать начинаем мы сверху и каждый раз будем дополнять рисунок кто знает молчите но в конце нашей с вами практической работы мы получим небольшую правду и так пожалуйста рисуем что видите как видите все переносим начинаем рисовать сверху по 2 минуты на каждый слайд поэтому постарайтесь все это сделать итак сейчас к данной иллюстрации добавляется еще часть рисунка в данной иллюстрации добавляем еще часть рисунка в данной иллюстрации добавляем еще часть итак следующий ребят слайд отпечаток да вот вот итак 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 все об этом исключаю итак есть о Последняя часть. Да, мощная, это переворнутая голова. Я тоже. Доделывайте, доделывайте. Кто-то рисовал, переворачивает свой листочек в обратную сторону. Нет, это не кажется. Можете? Кто догадается, тот молодец, пожалуйста. Кто же это? Это политический деятель. Свой рисунок переверните, посмотрите. Политический деятель. У вас должно получиться, если вы перевернете. Очень хорошо. Кто это? Дядь Петя. Какой дядь Петя? Полет. Политический деятель. Буш. Конечно, президент бывший саджа, он в буш. А как он? Только он и нарисован в шарже. Да, буш. Ребята, давайте с вами определимся, у кого не получилось. У всех практически получилась такая же рожность. Да, не знаю. Не знаю. Так, скажите, пожалуйста, на уроках рисования вы часто так рисуете? Нет. Вот этот способ вам нравится больше? Да. Продукт вы получили готовый? То есть вы получили похожую картинку? Да. Получили. Много ли вы усилий приложили к тому, чтобы нарисовать данную? Нет. А тут там вот плюс. Нет. А у нас без пластика рисовали. Можно без пластика? Вы много приложили усилий? То есть вы чертили овал лица? Нет. Каждая часть лица вы расчеркивали, нет? Как раньше вы получили всегда. Нет. То есть это еще один стандартный способ, например, к обучению рисованию. Давайте сейчас закончим уже выполнять данное задание. Я предлагаю вам всем выйти в коридор. Итак, мы сейчас с вами будем учиться жонглировать. Может быть, кто-то из вас умеет жонглировать? Уметь. Ну, поднимите руки, кто умеет жонглировать. Тремя вещами. Тремя. Тремя не умеете. Давайте научимся жонглировать хотя бы двумя. Итак, сначала каждый вспоминает, кто из них, кто из вас кто. Кто правша, поднимите руки. Вот кто правша, начинает жонглировать будет с левой руки. Кто левша, жонглировать будет с праздником. Итак, посмотрите, какое задание. В Макдональдсе все ходили? Да. Рисуем в воздухе букву М. Посмотрите. Мы ее рисуем, эту букву М. Мячиками. Мячиками рисуем. Старайтесь бросать М. Ничего. Да. Старайтесь, старайтесь. Рисуем сначала букву. Скажите, пожалуйста, вот у вас мячик в базу, что вы ощущаете? Какое вот у вас чувство сейчас возникает? Стих. Маша. Может быть, у вас есть явление? Кgroковой. Кожка, это recommand going thing. Спасибо. Ну, мы могли бы сэться слева, да? Да. Если поправшись, то это продается слева. Сидите, конечно. Не подняться. Старайтесь, старайтесь, бросайтесь, не сошло, бед перед собой. У кого получилось, ребят, вверх? Нет. Так. Скажите, как так? Все, давайте тогда закончим данное занятие. И ганим. И ответьте мне, пожалуйста, на вопрос. Ответьте на вопрос. Вот когда я вам сказала, сейчас мы с вами будем, дам Лера, что вы ощутили? Неудолженность. Страх такой, правда? Страх. Ведь на самом деле такой страх вы испытываете практически на каждом уроке, где вам что-то становится непонятным. Правильно? Да. Для того, чтобы преодолеть страх, что вы сейчас делали? Ну, тренировались. Вы пытались сами себя научить. При этом я вам сегодня что-то показала, как надо это делать. Правильно? То есть я стала для вас кем? Навигатором. А вы? Исполнителем. Я отнимаю. Это тоже новый способ, правильно? Да. Покажите, пожалуйста, мне те, у кого получилось. Потому что жонглировали двумя нечаями. Сколько не так? Да. А ты делаешь по-другому. Ты сначала кудаешь и потом бежишь два суткальные. А теперь давайте же положим задачу. Усложнит задачу, разобьемся по 3 человека, чтобы у вас в каждой тройке оказалось 3 мяча. Посмотрите, что вы должны сделать. Это сейчас мясо не получится, у вас тренироваться. Тогда вы бросаете первый мяч, а второй только отправляете в полет, вы должны, ведущей рукой, в третий мяч, если получится, сейчас я даже снова повторяю, у меня получалось, то есть обучение жонглированию прошло за 25 минут, но бесконечно в тренировках, то есть вот сразу, много-много раз. Этот мяч вы должны будете потом ловить, сейчас не получилось у него, его надо поймать. Этот мяч надо ловить, почти, да. Вот, жонглир, пожалуйста. Пожалуйста, да. Пробуйте. Вот так. Пробуйте. Добро пожаловать в наш канал! 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 Вы сейчас сами пытались визуально воспроизвести на данных геометрических фигурах вот эту комбинацию. Просто с одной стороны, да. Надежда Ивановна, последняя фигура, пожалуйста, внимание. Это фигура посложнее, правда? Да. Ничего для нас сложного уже нету, правильно? Мы все преодолеем. Значит, вы угадаете. Видите, как у вас должны лежать фигуры? Комбинации они будут у вас лежать. И стандартная фигура. Итак, мы вскрываем. У нас еще есть небольшое задание. Здесь два, ну, пожалуйста. Внимание. У вас не нужно присосподеться в последний треугольник. Вот у вас в треугольничке будет небольшое диспотение. Просто пропорция треугольника. Попорция треугольника. Попорция треугольника. Так, Екатерина, спокойно. Я думала, это один большой. Вот это никто не... Понимаете, это неправильно, как девушка. Как вот это? Как вот это? Так, все составили. Итак, сегодня мы с вами на практическом занятии по теме искусства учиться научились нестандартным способом восприятия информации. Ну, а теперь возьмите, пожалуйста, свой лист, на котором вы рисовали. Переверните его. С чьей стороной к себе. Отведите свою, положите на лист ладошку. Отвечите ее. И нарисуйте свое настроение. Потом обведите ладошку. И сам нарисуйте настроение, которое вы хотите. Ваше сегодняшнее настроение. В этой ладошке. Точнее, настроение, которое вы получили. После эмоций, которые вы получили после сегодняшнего занятия. Продолжение следует. Пусть у вашей ладошки появится глаз, носик, ротик, улыбка. Может быть, обычное ваше настроение. Может быть, даже черная, может быть, даже черная. Конечно, хочется видеть только массу положительную. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Мы благодарим вас за внимание, за активную работу. Надеемся, что это не последняя наша встреча. Приходите. Будем с вами бесстандартно продолжать. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо.